Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 31 марта. Сейчас отвечу на несколько вопросов в комментариях на новых. Вообще сегодня не хотела я записывать вот этот выпуск ответа на вопросы. Он занимает очень много времени, как начнешь отвечать и засядешь. Но я его начала записывать, ну как, исключительно с одной целью. Мы хотим поддержать там одну зрительницу, я потом пониже доберемся до ее комментариев. И очень-очень подробно дать ей ответ. И не про растение, а просто про жизненную ситуацию. Сейчас дойдем до нее. И я вам расскажу, из-за какой зрительницы я начала писать эти комментарии сегодня. Ой, ответы на вопросы. Ну и попутно отвечу на те, которые хотят что-то узнать. Так вот про Коли. Посмотреть прошлогодние Коли. Но я тоже думаю, я уже это подумала. Они же замараны, как в землю втыкаешь. И мне кажется, что обогрев грунта, он лежит глубже, чем мы Коли вталкиваем. Вот Елена Пролук Суворова говорит. Это растение занесено в Красную книгу, как исчезающее. Да, я это знаю. Я как раз вот читала про него подробную статью. Очень много интересного про него читала. И еще, может быть, его использую как лекарственное средство. Говорят, что в нем очень-очень много каких-то там лекарственных свойств. Вот Вероника спрашивает. Подсыпала по золу под стебель рассад помидор. Я испортила рассаду? Нет. Но только золой. Все равно вы не злоупотребляйте. Если вы ее подсыпаете, ее надо подсыпать методом, как опудривания. Не просто вот горку насыпать. У меня даже есть видео где-то. Я маленький кулечек из бумаги делаю. Прорезаю в узком, в кончике дырочку. Как вот эти корнетики, торты, когда делают оформление. И вот с этого маленького по чуть-чуть по земле сыплю, чтобы тоже не было сильно много. Она же как дезинфицирующее средство. То есть она такая, как выжигает все. И если будет сильно много золы, она может повредить растениям. Как и во всем в огороде, нужно меру. Как и в подкормках, как и в поливах, так и в подсыпании золой. Нужно знать меру. Не увлекайтесь сильно. Вот военно спрашивает. Высокорослые тоже по два сажаете? Да, тоже по два. Вы смотрите прошлогоднее видео. Когда я уже высадила, я там все показываю. Вот этот сорт, вот этот. И ботяню, и пудовик, и розовый мед. У меня все они привязаны к одному колу. То есть они в одной поливочной лунке. Какое время высаживать томаты в тоннеле для раннего урожая? Ну вот как я высчитывала по предварительному прогнозу дату высадки для теплицы, этих томатов, также я ежегодно высчитывала для высадки в тоннеле. Обычно это бывает с 16 по 24 апреля. Смотрю по погоде, ищу теплое окно, чтобы за два дня до этого было тепло и два дня после этого было тепло. Два дня до этого тепло прогревается верхний грунт 10 сантиметров, рассада даже маленькая. А после этого два дня тепло, чтобы накрыв пленку, это тепло как саккумулировалось там, и чтобы им было там тепло. И потом, если будет даже уже минусовая температура, они уйдут вот с теплом внутри, и это им поможет. Я про тоннели вот и Марине, и всем хочу сказать, что буду чуть позже рассказывать. Я же в этом году тоже буду высаживать в тоннеле, только не томаты для продажи рассады, а томаты для выращивания, для собственного употребления. То есть, чтобы высадить их пораньше на постоянное место. Так же, как я вот в теплицу высаживаю в конце апреля, в обогреваемую, буду одни томаты, которые новинки, импортные в теплицу, в обогреваемую высаживать, а которые наши, сибирские томаты, буду высаживать в это же время, но на улицу, без обогрева, в холодные тоннели. И вот нам будет интересно, мы посмотрим, как там будут расти и как там будут расти. Если рассада для продажи растет прекрасно в тоннелях, значит, должны расти и просто томаты для употребления, для еду. Ну, на еду, короче. Вот вы, у кого дача за городом, да, вы нынче проблемы, вот Татьяна Васильева пишет про то, что не будут выпускать-то за городом. Ну, как всегда, мужчина тут придумал водку процедить через зубы себе, навыплюнуть. Кстати, вот про этот, про обеззараживание водкой я уже предупреждала людей, и говорила, что сейчас водка такого качества, что последний раз я сделала обеззараживание, и половина семян не взошло. Так что вот от способа обеззаразить водкой, наверное, нужно уже отказываться. Вот смотрите, Наталья Красная спрашивает. Добрый день, у вас отапливается теплица? Это как раз вот спрашивает она комментарий к тому видео, где томаты переночевали отлично, и где я каждый раз говорю, что все предыдущие видео на предыдущие, ссылки на предыдущие видео у меня к описанию, смотрите. И там как раз и про обогрев теплицы, и про все. Смотрите описание к видео. Да, теплица обогреваемая, но как она обогреваемая, мне уже очень долго рассказывать, потому что там разные способы обогрева. Все это в предыдущих видео можно посмотреть. Ой, вот про печку, про эту, людям не имеется. Только печку сварили и сделала обзор. Обзор надо покрасить, вид ужасный. Ну, мы не на выставку делаем, мы для себя. А я считаю, что комментарий уже ваш ужасный такой, пишите. Есть люди, у которых все ужасное, что бы ни показал, все ужасное. И вот опять так много говорит. Ну, кому много, кому мало, кому самый раз. Вот, Лариса, я спрашивала про пленку, правда, в предыдущем видео. Я уже поняла, что это пленка, но я объяснила, что это пленка. Она как раз для того, чтобы во время полива, там, во время вот всего этого, мы же землю будем увлажнять, чтобы вот эта доска ограничительная, как бордюр, как слово-то вот это, мне же сказали, что грядка обордюренная же. И вот бордюр, чтобы не намокал и гнил, не гнил, вот эту вот пленку мы, как, натянули, поставили между землей и между доской. Но некоторые уже говорят, что от этой пленки наоборот будет доска гнить. Не знаю, у меня обордюренная грядка первый раз в жизни, буду смотреть, нужна она или не нужна. Вот как всегда, как мужчина не зайдет, так обязательно какую-нибудь эту, пишут все, ну, почему у них все плохо, я не пойму. Вот первые томаты высадила в теплицу, я вот рассказала все подробно, пишут, все хорошо, но столько конетели. Но я считаю, кому не надо конетели, он имеет в виду конетель, наверное, много всяких действий там делает. Кому не нужна конетель, тот идет в магазин, покупает. Вот дошли мы до того комментария, ради которого я сегодня села, чтобы записать очередной вот этот выпуск. Я сейчас расскажу очень подробно, но сразу скажу, что эта тема не огородная, это тема про пожар. И если кому-то, кого-то интересуют только огородные темы, вы можете сразу или перемотать, или выключить, потому что здесь про растения ничего не будет. Тут вот просто одна зрительница написала, Оля, ваша увлеченность помогает мне выжить, преодолеть трудности после пожара. И когда опускаются руки, ваши видео дают второе дыхание, помогает забыть о трудностях, идти к конечной цели, увидеть помидорчики, растущие из ваших семян. Они гораздо крепче магазинов, тех же сортов. Спасибо вам. Я ей вот коротко ответила, но я понимаю, что на такой комментарий коротко ответ он ничего не дает. Я вот ответила Марина, все можно пережить, и пожар в том числе. Я это знаю не понаслышке, сама пережила пожар. У нас сгорел дом со всеми вещами и машиной 20 лет назад, ну если точнее 24, по-моему. На этом месте выстроили новый, в котором сейчас живем. Он даже лучше старого. Я не сильно переживала, радовалась, что успели сами выскочить в окно живыми. Я хочу Марине подробнее рассказать о своем пожаре и о моем отношении к таким событиям, которые, казалось бы, сразу разделяют людей на две категории. Одни опускают руки, и вот у нас потом пожар через несколько лет был на улице, еще один дом сгорел. Они так этот дом и не восстановили, ходили две недели грязные все в саже, и все, короче, у них все плохо ходили. Ой, помогите нам, мы пожар перенесли. Короче, а другие стараются восстановить. Ну это как про тех двух лягушек, да, вот которые одна сбила сливки, а другая там лапки сложила. Марина, вот смотрите, у нас пожар был, я не знаю, какой у вас был пожар, но у нас был пожар такой, после которого можно было действительно, я сейчас расскажу подробно. У нас было двое маленьких детей, одному было 5 лет, и другому было где 11, по-моему, вот так вот там. У нас такой регион, я уже говорила, что у нас такой регион, что у нас как ветер, так отключает электроэнергию, все. И вот эти маленькие дети, а их же дома не удержишь, им хочется на улицу. Темняется зимой в 4 часа 5, им надо было погулять, темнота в доме, ничего не видно, и они в своей комнате. Мы же у нас в это время всегда свечки, ну, лежат, можно зажечь, и что-то, если посмотреть, со свечой пошарится. Они зажгли эту свечку и пошли искать там свои эти варежки, что-то, или носки не могли найти, не знаю. Я в своей комнате даже не видела, что они там шебуршат, но одеваются и одеваются. У них случайно, у них была двухъярусная кровать, я вам сейчас расскажу, это вот как у нас было, как в песне, все хорошо, прекрасная маркиза, все помаленьку, 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 дальше больше и сгорело вообще все. Вот они искали эти варежки, и вот этой свечкой двухъярусная кровать, со второго яруса спускалась вот это вот одеяло, простынь. И он, когда ходил там искал, задел вот это вот спускающееся постельное, оно загорелось. Он внизу там смотрит и не видит, когда поднял голову, оно уже там разгорелось, они начали тушить своими силами. Вот так вот, как махать тряпками, как вы понимаете, что разгорелось все еще больше. А они когда там, ну как, начали уже громко, ну там что-то пищать, кричать, давай-давай скорее или что-то, я услышала, забежала в ихнюю комнату. Я говорю, что у вас тут происходит? Ну как, увидела, конечно, что происходит, неважно, что я там спросила. Но в это время уже дошло до того, что загорелось вот это вот поролоновое, вот кресло-кровать это там эти вот, как поролоновый, вот этот вот в диванах во всем, вот это загорелось. Ну я недолго думаю, я же не буду тряпочками махать. Я пошла, взяла, налила ведро воды, зашла, как плеснула на все на это, все, оно сразу все потухло. Они ушли гулять, я не придала этому значения. Ну с детьми всякое бывает, ну случайно загорелось, они мне объяснили, загорелось и загорелось. Я винила больше как электриков, что вот света нет, это такие трудности у нас очень часто бывают. Я взяла эту вот вкладыш от кровати, поролоновую подушку, вышла на крыльцо, вот так размахнулась и с размаху, как выбросила ее туда, в огород подальше, потому что она была такая вонючая, от нее такая вонь шла. И вы представьте, эта подушка пролежала там сколько, ну часов, да около 12, ну очень-очень много. Муж был во второй смене на работе, он работал в автоколонии, пришел в 12 часов, говорит, что у вас пахнет каким-то паленым? Я говорю, да у нас тут чуть пожар не случился, дети вот искали и... Катя, тихо, сейчас, подождите. Немного помешали мне. Я говорю, дети искали там вещи, зажгли все. Мы об этом в шуточной форме поговорили, ой, чуть не сгорели, все. И мы легли спать. И представьте, закон подлости, эта подушка, когда я ее выкидывала далеко-далеко-далеко, она упала, там туалет был и рядом сарай, старинный еще. Мы этот дом покупали, он еще при царе Николае построен, царской постройке, все из таких, из круглых бревен, ну как полноценных. Вечером, раз я говорю, что была же метель, буран, вот из-за того, что свет-то отключили, вечером, не вечером, ночью, его ветром раздуло, искра эта, он там шаял, шаял, тлел, тлел, это так же, как вот ватное одеяло, говорят, что так же может разгореться. Короче, ветер дул, дул, дул на него и раздул. И вот, мы спим, начало гореть. Сгорел сначала сарай, вот где старые хозяева держали коров. Потом дошло до гаража, все одной постройкой, вот так как к дому она идет под одной, ну как там, накрытие такое, навесы. Потом сгорел гараж с машиной, потом начал гореть дом, сгорела эта веранда, синий. А так как была зима и окна были заклеены, не было нам слышно ни дыма, никакого шума, ничего. И вот вокруг огонь, вокруг дом весь уже обгорел, внутрь-то он не заходил, еще стены же все равно толстые. Когда сгорела, начала гореть крыша и начал стрелять шифер. Вот стреляет шифер очень громко. Уже все было объято огнем. Тогда только я проснулась, это было 6 утра. Короче, там горело все уже давно. Но мы проснулись, я не поняла. Мне показалось, кто-то стучит в окно. Я вот так шторку отодвинула и все. Была сплошная стена вот этого огня. И так мы оказались в горящем доме. И вот когда сейчас я говорю, что я не переживаю, что был такой пожар, я говорю, что я не переживаю, что все сгорело, я просто радуюсь, что мы успели оттуда выскочить. Потому что была ночь, мы все спали очень крепко, мы могли бы там сгореть все вчетвером с маленькими детьми. Но потом, конечно, началась быстрая эвакуация. И тут тоже опять, как я говорю, мы с мужем с разных планет. Он у меня с одной планеты, я с другой. Он выскочил в окно босиком на снег. Был ноябрь. Не взял никаких вещей. И он так потом остался, потому что все вещи потом остальные сгорели. Он так и босиком и остался. Ему дали соседи валенки дойти докуда-нибудь. А куда идти было некогда нам. Я спокойно собрала. Я одела свою цигейковую шубу, так как она мне была очень дорогая. Это было такое время, чтобы мы были молодые. У нас вещей сильно дорогих не было. Одела свою норковую шапку. Детей. А, взяла сумочку с документами. Взяла деньги свои, которые у меня там были в дальнем месте запрятаны. Детей собрала. Замотала полотенцем руку. Вот так вот разбила осторожно окно самое дальнее, до которого еще не дошел огонь. Выбрала осторожно вот эти режущие стеклышки спокойно. Большого попросила, чтобы он 10-летний вылез туда. Я говорю, будешь принимать маленького. Потом мы начали выталкивать маленького. А маленький у нас был очень шустрый такой. Есть такие дети, немножко как-то нагловатые. Мы его не могли долго вытолкать. Он кричал, мама, вы что с ума сошли? Меня с голой жопой на снег хотите выпихнуть? Вы что делаете со мной? Он еще этого не понимал, что мы можем умереть. И вот, короче, он как жихрка, вот так руками хватался. Мы его еле-еле выпихали. Я два покрывала. Им подала моих... Как я тут же одного на руки взяла, закутала. Мы спокойно эвакуировались. А муж-то побежал звонить по телефону. И когда мы вышли, все это через сколько-то минут... Ну, 15 это заняло у нас, наверное. Мы когда подошли к тому дому, у нас был телефон всего в одном доме на всей улице. Это было такое время, мы были не телефонизированы. Муж все это время еще стоял босиком около этих ворот и стучался. Потому что пока эта бабушка проснулась, пока она оделась, пока вышла... Короче, мы ее встретили вместе одновременно и позвонили. Что я хотела сказать. Да, у нас был очень большой ущерб. У нас перед этим... Как мы считали, что у нас был пик благосостояния в это время. Нас же с заводов только распустили. Конечно, мы начали тут заниматься коммерцией. У нас эта машина была еще, когда мы на заводе работали, купили. Потом у нас была новая мебель. Мы купили кухонный гарнитур новый. Я нашила штор красивый, из блестящей ткани. И в комплекс сшила эти покрывала, декоративных подушечек нашила. Мы купили с большим трудом стенку мебельную. Была она дефицит. Ну, короче, не буду я вам распространяться. Паласы, ковры. Только-только линолеум пустелили, плиткой отделали. И вот мы такие новоселья справили. И мы считали, что нам теперь на всю жизнь хватит. Видите, как бывает? И раз, сгорело все в одну минуту. И мы стоим такие. Мы два взрослых человека и два маленьких за ручку взялись. И пошли. Нас знакомые там приютили. Ну, короче, мы потом дом этот отстроили. Что самое главное? Главное, что до этого у нас все было хорошо. Но у нас был дом очень маленький и очень старый. И у нас не было возможности построить новый дом. Мы не знали, как сделать. А тут, когда старый сгорел, мы оба работали. У нас не было проблем. Мы за год отстроили на этом месте новый дом с ванной. Я сама чертила чертеж с камином, с ванной, с теплым туалетом. У каждого своя комната. Теперь была и детская, и у каждого отдельная, и у одного, и у другого. И у нас был и большой зал для приема гостей. Все это мы выстроили. И всегда, как говорят, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Я до сих пор считаю, что не всегда вот такие неприятные события. Главное, чтобы не было трагических каких-то случаев, чтобы не было никакой гибели. Я всегда говорю, что вот такие события, они, наверное, не всегда плохие. Я вот, например, об этом пожаре никогда не вспоминаю в негативном ключе. Я всегда и всем говорю, хорошо, что у нас сгорел старый дом. Зато мы так бы и ютились, наверное, в этой землянке. Мы не могли никак построить, потому что снести этот, построить на этом месте, а где это время жить, построить на этом же участке другой дом, а тут жить у нас не позволяет ни рельеф, ни размер участка. У нас всего 6 суток. Ну и короче, я вот и Марине, и всем людям хочу сказать, что безвыходных ситуаций нет. Вот казалось бы, ну вот мы вышли, все у нас, и машина, и мебель, и дом сгорел. И все-все, ну все, как говорится, все, что нажито непосильным трудом. Ну, муж мой потом признался, у него были нехорошие мысли даже приходили в голову. Вот он отнесся так, а я отнеслась совсем по-другому. У меня, знаете, у меня такой энтузиазм. Это правда говорят, что русские люди, они неубиваемые. И что когда какая-то ситуация, как типа война, или какие-то другие неприятности, у них включается вот этот внутренний резерв, но может не только у русских. У меня был такой энтузиазм. Я работала дни и ночи. Мы за год этот дом отстроили, но правда потом долги еще два года раздавали, которые на стройматериалы. Ну, на стройматериалы я там брала у своих знакомых под проценты, все. Но дело в том, что мы построили вот этот дом. Я говорю, у меня такой был заряд. Мне же хотелось, конечно, как это мои дети скитаются. Мы ходили по квартирам, квартиру снимали, там у знакомых немножко жили. Это очень сложно, жить где-то на съемной квартире с таким семейством. И после такого ни вещей, ничего нет, полуголые. Так что, Марин, вы не расстраивайтесь. Пожар это еще не самое лучшее. Ой, и не самое худшее. Вот видите, оговорка по Фрейду. Иногда, когда что-то старое сгорает, может быть, на этом месте будет новое, еще лучше, еще красивее. Все. Раз я этот видео, выпуск специально для Марины, ну, как из-за Марины начала, я уже долго говорить сегодня не буду, я только тут два еще где-то я не ответила, хотела ответить на два. Так, так, так. Не открываются комменты, но это я не знаю, это от меня не зависит. Вот спрашивает Елена, что поливать сморганцовкой только пока рассада в стаканчиках, или можно в открытом грунте. В открытом грунте никогда не поливаем органцовку, не знаю, можно или нет, но просто я не пробовала. Я только рассказываю о собственном опыте. Ну, тут опять пишут, что золотые томаты, мы сейчас платим 5 тысяч, а еще теплицу обогревать. Ну, мы платим полторы тысячи. Если мы будем платить 5 тысяч, как вы, ну, значит, мы сравняемся. У вас и без золотых томатов электроэнергия. Я не знаю, чем можно 5 тысяч накрутить. Так. А, вот еще. Елена спрашивает, почему вы ничего не кладете в лунки? Потому что я в лунки ложила все осенью, и все-все подробно рассказывала, что я ложу, сколько, как. Посмотрите, пожалуйста, осеннее видео. Потому что я знала, что высадка будет ранее, и мне некогда будет вкладывать все это, закладывать, хоть так бы успеть посеять. Так. Ну, тут деревенская теплица. Опять всех зовет к себе на канал. Посмотрите, как я делаю. Так. Ну, вот закончу комментарий Марины Шлюковой. Студно за злые комментарии. Не согласны, не смотрите. И без вас много единомышленников. Ольга Павловна, вы нас организовали в клуб по интересам. Мы живем в разных городах, на огромном расстоянии друг на друга, но все объединены одними интересами. Я дачница с 30-летним стажем. Вроде бы все растет. Очень даже неплохо. Но я очень много нового узнала и теперь буду применять у себя на участке. Времени стало много, ушла на пенсию. Но это не значит, что я старенькая бабуля. Есть еще порох в пороховницах. У меня в этом году 30 новых сортов томатов. А вы представьте, а я-то в этом году, я не знаю, что я с ними буду делать. Я посеяла новых сортов в этом году. Вы 30, а я 300. Это кошмар. Я вот сейчас разбираюсь. Это ж надо изучить все. Я вот. Ай, вот пишет, что у вас на видео появился новый значок «Город Бейск». Но это я самообучаюсь. Я узнала, оказывается, что можно, там есть такой на Ютубе, как такой пунктик, можно указывать, где снято видео. И когда у меня многие опять спрашивают каждый раз, где вы живете, где вы живете, где вы живете, я вот теперь научилась указывать, где я живу и где снимается видео. Может быть, к 80 годам освою полностью Ютуб и научусь снимать и видео хорошие, и указывать всю информацию, какую надо. И вот про эти 300 сортов я хочу сказать, что вы представьте, это какой объем информации нужно изучить. Мне, во-первых, нужно всю эту информацию найти про эти 300 сортов. Они все новые, половина из них заграничные, какие-то там редкие, коллекционные. Мне надо самой изучить, надо вам рассказать. Я не думаю, что я в один год даже успею снять все видеообзоры на каждый сорт. Еще что-то придется откладывать на следующие годы. Представьте это сколько, какой объем информации должен мозг переварить и сколько слов должен мой язык сказать. Все говорят, ну, многие там говорят, много говорить, теперь я буду говорить еще больше. Может быть, отсеются тогда те, которые действительно не любят много разговоров или длинные такие видеоролики, очень подробные. Но вы же знаете, что я все досконально, все подробно рассказываю, так что останутся только те, кому нужно подробно, кому нужно все прям до мелочей. Марина, спасибо за ваш тоже комментарий. Конечно, если мы вышли на пенсию, это не значит, что мы старенькие бабули, мы еще ого-го-го. Я внуку говорю. Мажемся с дедом. У меня у мужа тоже левая рука откилась. А он говорит, бабуля, а зачем вы это? Я говорю, ну как, Марк, разваливаемся на части. Мы же, говорит, трансформеры. Вот у тебя же отваливается, у твоих роботов, то одна рука, то одна нога. Я говорю, ну и люди так же. Вот у меня сейчас одна рука, все в нерабочем состоянии. Потом еще нога отвалится, еще что. Я говорю, ну я буду бороться до конца. У тебя же есть без руки роботы, работаешь, и играешь, но мы так же. Ладно, всем до свидания. Весна пришла, настроение прекрасное. Сегодня буду досаживать, высаживать вторую грядку в теплице. Все вам так же буду показывать, очень подробно. Я надеюсь, есть люди, которые выдержат мой стиль изложения. Субтитры сделал DimaTorzok,